Вниманию налогоплательщиков, курильщиков и иностранцев. В этом месяце вступает в силу множество законов в разных сферах. Какие-то касаются исключительно предпринимателей, юридических лиц, другие затронут и рядовых россиян. Об основных нововведениях материал Павла Берсенева. Время платить по счетам. Переплату по одному налогу можно будет за честь до любого другого. Этот закон вступил в силу 1 октября. Раньше этого было сделать нельзя. Теперь же, если вы переплатили федеральный налог, то эти средства сможете направить на погашение регионального или местного налогов. Такая же практика касается штрафов и пений. Более жесткие требования будут предъявлены к организаторам лотерей. Теперь их операторами не смогут стать лица, имеющие непогашенную судимость за экономические преступления. Также организаторы лотерей должны будут предоставлять сведения о бенефициарных владельцах и учредителях. Причем среди них не может быть юрлиц из офшоров. И снова о финансах и банках. В начале месяца повысилась сумма страхового возмещения вкладов. Так и раньше можно было вернуть не более 1,4 млн рублей. Однако сумма вклада порой значительно выше. И если у банка вдруг отзовут лицензию, то люди рисковали потерять свои средства. Теперь же максимальная сумма страхового возмещения – 10 млн рублей. С 12 октября вводится контроль за микрофинансовыми организациями. Теперь Банк России может ограничивать их работу в случае, если компания воспрепятствует проведению проверок, а также не исполняет предписание регулятора. Причем информации о подобных ограничениях компания, которая занимается микрозаймами, обязана разместить у себя на сайте, а также в местах обслуживания клиентов. Также уже вступили в силу изменения по получению пособий. Напомним, из-за пандемии коронавируса с 1 апреля по 1 октября ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка до трех лет семьям, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов, продлевались автоматически. Теперь для получения денег нужно снова подавать заявление. Отметим, законы, которые вступят в силу, в октябре касаются не только финансовой составляющей россиян, но и досуга. Так правительство решило заняться борьбой с вредными привычками. Изменения ждут тех, кто любит прийти в кафе и насладиться кальяном. Уже скоро такой возможности не будет. С 30 октября вводится запрет на потребление никотиносодержащей продукции в помещениях ресторанов, баров, кафе. Запрещается также использование электронных сигарет, так называемых вейпов, а также систем нагревания табака, таких как Айкос, например. Еще раз, этот закон не запрещает деятельность кальянных как таковых. Он лишь запрещает употреблять любую никотиносодержащую продукцию в общепите. Кроме того, более жесткими станут нормы контроля. С 12 декабря закон обяжет иностранцев, получающих гражданство России, проходить дактилоскопическую регистрацию. Павел Берсенев, Денис Иванов, телекомпания ТВИН.